В кинотеатре Великан Парк 18 октября Балканский нуар, режиссер Дражин Кулянин Такая психологическая драма, Швеция, 18-й год 19 октября Анори, режиссер Пипа Лук, Кройцман, Йорк Генсен Фантазия-драма, Геландия, Дания, 18-й год 19 октября Нина, режиссер Мария Унтер-Олсен Психологическая драма 19 октября Счастливчик Тер, режиссер Билли Алгуст Историческая драма 20 октября Подложить свинью, режиссер Иохин Карента Документальный фильм Финляндии, Оландские острова И 20 октября Неизвестный солдат, режиссер Ако Лохимис Военная драма Финляндия, Белгия, Исландия, 17-й год Фильмы демонстрируются на звеке оригинала с русскими субтитрами Финляндия, Белгия, Исландия, 18-й год Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на открытие фестиваля кино «Соверные страны». Мы знаем, что зрители из Петербурга интересуют кино наших стран и рады, что в этом году география нашего фестиваля расширилась. Мы покажем фильмы всех следов Северного Совета, куда помимо Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании, входят еще три автономных территории – Герландия, Царинские и Алландские острова. В этом году вы увидите исторические фильмы, картины популярного жанра «Свандинавский нуар», фильмы, отражающие важные социальные тенденции в жизни и страны Северной Европы. Мы благодарим наших партнеров «Сильным во всем». Вместе с ними мы отобрали для вас фильмы, которые с большим успехом принимают участие в международных кинофестивалях. Мы уверены, что они будут и вам интересны. Желаю вам приятного просмотра. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас будет «День Финляндии», у нас будет фильм с Алландских островов, это автономная территория Финляндии, ну и, непосредственно, самая страна Суума прекрасно будет представлена. Перед тем, как я вам расскажу о программе фестиваля, я лично хочу поблагодарить замечательных людей, во-первых, из как раз конкурсов и демиологических структур, которые работают в Санкт-Петербурге, которые готовили этот фестиваль. Я сделаю небольшой инсайт, нам было непросто. Мы очень долго сражались за некоторые фильмы, особенно за фильм «Женщина на войне», который мы с вами будем смотреть сегодня. Мы его добыли с потом и кровью. Долго все это было, очень тяжко и мучительно, но благодаря как раз стараниям Андрея Анисимова из Датского института культуры, можно поаплодировать, Андрей, тебе обыгранное спасибо. И Екатерина Амрина, из генерального класса Норвегии в Петербурге, а также продюсер-конкурсов Петра Зайского, мы этот фильм благополучно заполучили. Потому что у нас сегодня будет большая российская премьера, вы увидите этот фильм первыми в нашей стране, и я предотвращаю, что последний. Но, как или иначе, мы боролись этот фильм, но вовсе не потому, что Исландия его не хотела сдать. В каждом фильме есть дистрибьюторный мировой прокат. Дистрибьюторы все сидят в основном в стране под названием Германия, мы часто будем в рамках нашего фестиваля вспоминать сегодня. Но, как или иначе, боролись мы с Германией очень долго. Но фильм получили, вы его сегодня увидите. Картина действительно интересная, почему я вам уже говорил, мы начинаем с исландского кино, потому что Исландия в этом году страна председателя как раз северного сотрудничества. И так получилось, что в прошлом году есть структура, которая называется Северный Совет, это межрегиональная межгосударственная структура, объединяющая парламенты стран Северной Европы. И она вручает по итогам года разные премии, включая главную премию в области скандинавского на североевропейского кинематографа. И вот как раз в прошлом году, в ноябре месяце, картина из Исландии «Женщина на войне» получила кинопремию Северного Совета, то есть фактически ее официально прогласили эту ленту главным и лучшим фильмом стран Северной Европы по итогам 2018 года. Сами понимаете, все совпало, исландские фильмы лучшие, страна Исландия в этом году страна председателя, поэтому мы решили начать эту картину. Картина отражает все основные тенденции современной жизни стран Северной Европы, это и эмансипация, но так как здесь будет «Женщина в главной роли» и фильм про женщины, поэтому все остальные фильмы мы решили подцветить мужчинам. Я считаю, это забалансированная реакция. Вот, шутка. Там выглядел женщина, тоже глава царлярка и главный персонаж. Но так иначе это будет чудесная дама, которая сражается с корпоративным бизнесом, пытается хранить не тронетом чудесную исламскую культуру, окружающую среду и так далее. Но в жизни Исландии врывается страна Украина. Я имею в виду, что эта женщина пытается как-то нормализовать отношения с обществом в виде того, что она удочеряет девочку из Украины. Поэтому дальше я развивать эту тему не буду. Вы сами все увидите и посмотрите. Я просто еще хочу сориентировать, акцентировать ваше внимание на том, что в рамках нашего фестиваля мы будем вспоминать очень много исторических событий. И главный, наверное, исторический еще повод, который вспоминает в этом году абсолютно всем. Грустный повод. Но так или иначе. В 80 лет тому назад началась Вторая мировая война. И поэтому в нашей программе будет сразу несколько фильмов, которые связаны с историей Второй мировой войны. Это картина от Норвегии. Мы с вами будем смотреть ее завтра. 12 человек. Тем более, что через неделю, 25 октября, обе страны, я имею в виду Норвегия и Россия, будут вмечать большой юбилей 75 лет с момента освобождения Советской Армии с тевера Норвегии, то есть провинции Синмарк, от немецкой оккупации. К этому будет освещено отдельное большое событие в Петербурге. Но об этом мы расскажем завтра, что называется. А еще будет грандиозный и пафсальный фильм под названием «Неизвестный солдат». Это эксклюзация знаменитого финского антивоенного романа. Это фильм о Финляндии. Мы с вами впервые увидим. Причем я лично не подумал, что я просто, но так иначе настоял, чтобы мы с вами увидели полную версию этого фильма. Фильм идет практически как «Мстители. Финал». Три часа. Так что готовьтесь. Мы с вами будем окунаться в историю Советской Финской войны, которая в этом году тоже, ну не отмечает, но мы вспоминаем от событий, оно тоже произошло 75 лет тому назад в рамках Великой Отечественной войны. Вот эти два основных повода, которые мы собирали программу. Будет абсолютно разное кино из разных стран, из разных автономных территорий. И мы с вами за всю эту неделю сможем полностью окунуться в мир североевропейского кинематографа. Вам огромное спасибо, что пришли. Я вам пожелаю приятного просмотра. Вначале вы увидите премьеры тех фильмов, которые мы с вами будем смотреть всю неделю. Затем вы увидите эту многострадальную для нас организаторов картину под названием «Женщина на войне». То есть мы реально прошли такую войну с немецкими дистрибинтерами. Мне не стыдно в этом признаться. Мы ее злоками. Так что наслаждайтесь этой картиной. Фильм будет идти на исландском языке с русскими субтитрами. А главную роль в этом фильме была очень известная и популярная исландская актриса. Я не могу ли выучить ее. Я просто прочитаю. Хальдора Гихард Тойктер. А режиссер этого фильма Бендик Эрлинсон. Я думаю, вы его знаете. Кто следит за фильмами из Исландии и Северной Европы. Может быть, вы помните его знаменитую дебютную картину «О лошадях у людей», которая появилась пять километров назад. В общем, он известный актер, который стал себе известным и коммерчески успешным исландским кинорежиссером. Мы его второй фильм сейчас с вами и увидим. Огромное спасибо всем нашим партнерам. Это я за сокращение времени сразу скажу все дипломатические председательства стран Северной Европы в России и Санкт-Петербурге, а также всем нашим информационным партнерам. Телеканалов Санкт-Петербург, радиостанции «Камасты» в Петербурге и портале кинофишинку. Отдельное спасибо киноцентру «Великан Парк». Завтра мы с вами увидимся в 8 часов в этом зале и будем смотреть кино из «Камасты». Все, приятного просмотра. Я особенно напоминаю, что вы красная категория фильма 16+, поэтому имейте в виду, там будут курить, пить и все, что запрещено нашим федеральным законодательством.